Всем привет, снова здравствуйте и еще одна вот такая темка по просьбам, как можно сделать свою световую вот эту сферу, свой материал. Вот возьмем вот такого вот персонажа, откроем боковое окно, здесь вот есть материал, это вот эта вот сфера. Их очень тут много, тот кто ими пользовался, наверное, все их уже знает, но допустим вам захотелось сделать свою сферу и что для этого нужно. Нам нужно открыть модифайерс, вот этот. И вот здесь у нас есть настройки, полоски, ползунки. И вот если мы нажмем, наведем на вот эту сферу внизу. Вот так у нас появляется сфера А и сфера Б. А это левая, Б это правая. И вот теперь смотрим по ползункам и как это все работает. Здесь, значит, первый полосок делает его светлее. Делается вот светлее модель. Вот так она начинает выглядеть. Следующая, КФТ Дефеншин, тоже вы уменьшаете и вы видите, как оттенок меняется вот на этой сфере. Вот если вы его так вот уменьшите, здесь он становится, края более темные, середина более светлая. Так, все это вы, допустим, отрегулировали. И вот у вас настройки. Интенсивность А, интенсивность Б. Если вы по Б, по второй сфере, правой, это дело все делаете, у вас выходит вот такой внешний вид модели. Чуть-чуть прибавляете. И вот точно такая же сфера находится в 3D Co-Up и в блендере есть даже такая. Вот именно такая. Очень подходит для игрушек. Вот такие вот оттенки. Вы видите, что верхняя часть выделяется, а какая-то часть, она проработана вот чуть-чуть светлыми оттенками. И нормально все это дело выглядит. Если вас это не устраивает, вы можете вернуть интенсивность Б на прежний уровень и добавить, поработать с А. Вот сфера вообще меняется. Вы можете вот так вот ее использовать. Работать с ней, если вам удобно, конечно. Также вы можете ее сделать вот такой вот. и вот до темного. Это вот как на любителя. Можете чуть-чуть, вот вы видите, если чуть-чуть прибавите, она еще лучше выглядит, модель. Вот у вас идут опять же светлость. Вот вы можете оттенки светлого придавать. Вот по А можете тут же делать вот темным. Мягкая интенсивность. И вот так вот еще вот получше будет, наверное. И вот опять же депт по Б. Здесь вот он делает ее вообще мягкой. Цвет вы видите, что спереди теперь. Вот так все это дело тут работает. Здесь тоже есть полоски вот эти. Это уже оттенки вот этой сферы. Если вы ее прибавите, вот вы видите, что она меняет цвет свой. Вот вы можете сделать зеленым. Можете такой сделать красноватый немножко глину. Можете вернуться назад на предыдущий цветовой оттенок. И по Б можете тоже поменять цвет, только вот задние вот эти вот притененные части. Этот остается первый ваш цвет. А этот, допустим, он зеленоватый, он накладывается на впадины, на какие-то внутренние части. Так, ну и что еще можно здесь? Здесь интенсивность опять же идет с оттенком темнее, светлее. Если вы вот светлую можете поставить, интенсивность цвета, или вот потемнее сделать. Уже вы видите, модель как преображается. И тут также по Б тоже можете добавить. Вот вы видите, что внутренние части по-другому осветляются. Вот более-менее такой цвет прикольный. Вот так вот все это здесь можно подбирать. Также вот эта вот нижняя часть, она регулирует цвет. Откуда падает и будет свет на модель. И вот вы можете ее тут регулировать. Сбоку, сверху. Вот так вот. Когда вы все вот это отрегулировали уже, все подобрали, допустим, вот нам, нас устраивает вот именно вот такая сфера. Вы можете нажать BPR. И вот показывает, где падает тень, откуда идет свет. Также вот это все, оттенок, направление света, вы можете исправить в лифт. Вот у вас есть в лифте здесь сфера, и вы можете ее так крутить и выбирать сторону, с какой будет у вас падать источник света находиться. Опять же, жмем BPR. Вот вы видите, что одна часть уже полностью находится в тени, а свет падает именно сбоку, слева. Ну, от меня слева, а от вас, наверное, будет справа. Так, все. Когда вы это все отрегулировали, вас, допустим, устраивает вот этот оттенок, сфера. Все. Теперь ее нужно сохранить. Сохранить ее можно вот этот материал, нажав на сам материал. Нажимаем Save, и вот нам высвечивается куда, как ZMT формат, и мы вот так вот сохраняем. На рабочий стол или в папку, где все находится у вас для ZBrush, допустим, можно туда все сделать, где кисти у вас, альфы. Все, вот когда все это сохранили мы, так же можно сохранить вот здесь вот, вот так вот. Нажать Save, и сохранить. Теперь давайте все это дело сбросим, когда все настройки мы вот здесь вот посмотрели, сделали свою сферу. И теперь будем делать, посмотрим, как это все работает. Нажмем Preference, и не все сбросим, как обычно. И применим вот эту сферу, которую мы уже сохранили. Жмем Load. Находим нашу, это именно, сохраненный материал. И вот вы видите, что у нас уже теперь будет наша сфера, которую сделали мы, и которая нам подходит для работы. Так, что теперь? Теперь можно все это дело, вот это дело, сохранить именно в материале, это вот сюда вот. Так, вот материал. И можно вот сюда вот сохранить нашу эту сферу, чтобы потом ее нигде не искать, чтобы она была тут. Как это все делается. Теперь, когда мы вот тут сделали световой материал, можно его сохранить опять же в Ликбокс. Это нужно открыть Windows, открыть программные файлы, найти PixLogic, нашу программу вот эту. Сферу, нажимаем и находим здесь вот, The Material, вот мы нашли. И теперь вот сюда вот можно сохранить нашу эту Madcap Red. Сохраняем. И теперь вот он в Ликбокс должен появиться в материале, вот он. Мы его нажимаем, и просто им работаем. В принципе, все простенько, все нормально. Если кому помогло, ставьте класс. Кому нет, дизлайк. Спасибо всем, до свидания.